14 плюс 10, плюс 8, плюс 7, плюс 5, плюс 4, плюс 3, плюс 2. Мне нужно, чтобы были реально обрисованы все этапы. Один этап я уже сделал. Надо еще три. То есть у вас должно быть еще три картинки. Третья, самая большая. Как вы это делаете? Можете объяснять? Я раздвинул этот вот здесь. Да, раздвинул. Я раздвинул, получил сверху. Ну, когда вы можете... То есть когда вы раздвинуть его, вы получите 7 клеток. Да, соответственно, я тройки сделаю. Тройки. Да. И динься. Динься тройками, да. И потом, потом я хочу рисовать, чтобы получилось первые руки 5, а потом еще. Да. А, и у вас просто случайно получилась такая полоска, да? Размером 2 на 5. А, я бы не понял. Да, да, отлично. Отлично. То есть картина совсем простая. Так, теперь намного интереснее дело стоит у вас вот какая картина. 8, 7, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Давайте выбирайте объяснение, как она выбирается, что ли. Надо вот эту вот диаграмму раздвинуть вот по этой тревоге. Вставить туда две клетки. Да. Рисуйте. Рисуйте. Рисуйте, рисуйте. Клетки-то побольше и ровнее, и все будет хорошо. Да, да, да. И не забывайте прибавлять двойки ко всем числам. Единицы и двойки можно уже писать. Да. 1, 1, 2, 2. Это тут слово. Рядом 2, 2. 2, 2. Да. И вот вправо пишешь единицы, влево двойки. Это, что называется, никто не может отметить, да? Вот там писать в последующей единице нет, ничего неизвестно. Но вот точно все единицы. Да, да, да. Так. И влево то же самое, под четверками. Не тратиться пока. Под четверками надо написать двойки. Так, а вот дальше важный вопрос. Почему не выступает ничего? Выступает один петит. Нет, вверх. Потому что 8 минус 7 минус 1, это мой. Да? Отлично, давайте. Да. Теперь наступает тяжелый импеминар. Надо это, где-то я сделаю, не приугадить. Я это сделаю для вас. Надо вот эту диаграмму раздвинуть на две клетки. И потом еще разобраться с этими числами 14 и 10. Поехали раздвигать. Сколько здесь в двух клеточках? Внизу 11. Значит, надо сейчас, не побояться, нарисовать 13 клеток. 12 клеток, да? После этого, я вот, кстати, вот это нарисовал, да? С этой стороны. Сколько тут их? 6, 4, 5. 6, да. Надо идти вверх на две клетки. Это я сюда нашел. И здесь такой вот нарисовать прямоугольник. Это понятно. Две клетки отступить. И нарисовать абсолютно то же самое. Это я раздвинул диаграмму, так? Да. Теперь понятно, здесь будет 2, здесь будет 1. Здесь будут везде единицы. Здесь будут везде двойки. Здесь будут двойки. Здесь единицы. А вот дальше, пожалуйста, вы расставьте все остальные числа, ну, и завершить работу. Я говорю, по-моему, достаточно. Так, ребята, на объекцию лейшим у нас остается 10 минут. Но, на самом деле, она намного легче, поэтому мы не справимся. А единиц уже сколько? А единиц сейчас получается 10. 10. А нам надо 14. Там еще и вверх будет выступать по 3, потому что цикленность у нее здесь не будет везде. Да. Поэтому на 3 клетки. На 3 клетки точно будет выступать. А, и все. Потому что если выступило сильнее, то было бы несимметрично. Значит, будет выступать на 3 клетки. И здесь еще надо нарисовать ладу. Отлично. А дальше все можете. И все клетки в 3 клетки. Так. И числа. Надо ко всем числам на диаграмме прибавить. Во всех книжках написано, посмотрите на картинку, и вам станет очевидно, что это взаимно однозначное соответствие. Но вот это вот очевидно. Ну, доделайся, да. Ну, доделайся. Спасибо.